Привет всем! Сегодня хочу показать еще пару способов устранения люфтов Апероловера на Р-15, которые мне подсказали коллеги-стрелки. Но прежде чем начну, скажу такую штуку. Некоторые зрители спрашивали меня, когда будет пристрелка дебишки на 100 метров. Ребята, на стрельбище сейчас доехать довольно проблематично. У нас в Киевской области такие дожди, ливни просто заливают за час, так что на лодке можно плавать. И чтобы доехать на стрельбище, там дорога из песка такая, причем довольно глубокий песок, собственно там поналивало так, что танками не всегда можно доехать. Плюс к тому же, даже чтобы добраться до этой лесной дороги, перекрыта дорога, там ремонтируют у нас мост. В общем, никак попасть в данный момент туда не получается. Да-да, кстати, вот ремонтируют у нас в Украине дороги. Аж удивительно, да. Собственно, но сам я хочу уже поехать пострелять довольно давно, тем более есть что поснимать, есть что доснять для нескольких обзоров. В общем, как только, так и сразу, ребята. Не беспокойтесь, я сам заинтересован, очень хочется пострелять из арки, нормально пристрелять. Плюс поснимать некоторые видосы именно с точной стрельбой. И есть много вещей, которые хочется вам показать и самому попробовать. Собственно, перехожу к методу устранения люфта. Как видите, у меня тут некоторые детальки разложены, приготовлены специально. Если кто догадался, что это, нажмите на паузу и напишите под видео, что же я буду делать. Собственно, а я расскажу, помните, у меня способ был какой? Передний Magic Pin, то есть который расклинивается между Upper Lover и таким образом устраняет как продольный, так и поперечный люфт. И под задний пин, собственно, под ухо Апера подложена резиночка специальная, которую я заказал в Китае. Собственно, они американские, особо ничем не отличаются, разве что может быть качество резины само другое. Собственно, вот когда стоит эта резинка, немного туго идет, вот когда выдавливаешь пин ногтями, довольно сложно доставать пин. То есть можно сорвать ногти и тянешь двумя, собственно, ногтями. А Magic Pin, когда закручен, вот не полностью открывается Апер. Это вот то, что можно назвать, собственно, недостатками этого метода. И люфт как бы отсутствует, но небольшой есть, вот здесь на резиночке. Но сейчас уже отпустилась немного затяжка. Я это дело сейчас все сниму и покажу некоторые другие методы, собственно, которые подсказали ребята. Начну с метода простого, причем это будут более бюджетные методы, чем вот эти, которые я раньше показывал. То есть не нужно ничего заказывать. Вот Magic Pin 20 баксов стоит плюс доставка. Нужно с Тайваня его заказывать. Вот эти с Алиэкспресса резиночки, ну их 5 штучек стоит, там 2 доллара, собственно. Ну сейчас чуть подорожало, 3, по-моему, идет, я видел недавно. Вот. Более бюджетные методы заключаются в чем? Вот первый метод, давайте смотрим, сейчас я ставлю на место, на место поставлю стандартный пин. Ну, пока он без пружинки, собственно, но это ничего страшного, ну как бы пружина просто держит сам пин, чтобы он никуда не улетел. А на люфт оно никак не влияет. Ну и, собственно, вот люфт Апероловера есть. Вот что в передней части, видим, что в задней части есть, да. Но при этом пин легко достается, по сути дела, вот я его здесь нажал пальцем. И здесь вот одним ногтем просто его приподнял, и, собственно, открывается Апер отдельно от ловера. Первый способ подсказал наш коллега из вайбер-группы Ганс Юэй, Слава, собственно, вот такая вот резиночка, но это не резиночка, это кусочек полиуретана. Собственно, очень бюджетный метод, я зашел в мастерскую по ремонту обуви, и вот такая специальная платформочка, из которой делают набойки на каблуки. Но это на большой каблук, например, обрезается. Собственно, за этот кусочек я, ну, так просто, мне хотели его просто отдать. Вот там вообще большой кусок был именно, вот, ну, весь не отдавали, говорят, отрежь сколько надо, я говорю, ну, давайте половинку отрежу. Вот, собственно, так дал 10 гривен там, чтобы не просто не бесплатно, чтобы не быть свиньей, да. Вот, а посередине вырезал для того, чтобы более красиво были вот эти концентрические круги, вот. И вырезал ножом обычным канцелярским, сдвижным, ну, более толстые лезвия, конечно, не тот, который офисный, а строители чаще используют для того, чтобы резать, там, какие-то, не знаю, обои, да. Ну, не важно. Собственно, вырезал вот эту штуку. В чем минус вот этой полиуретана? Он очень жесткий, хорошо режется ножом, но он практически не обрабатывается. В принципе, почему он используется на набойках, на каблуках? Потому что он практически не стирается, его очень тяжело стереть, поэтому обычно вот эта вот обработка, перед тем, как он клеится, идет на наждаке, да, то есть двигатель с абразивным кругом, вот, ни наждачка, ни напильник практически не берет. Ножом я начал подрезать, собственно, что я хотел сделать. Вот какой способ, подсказывал Слава, он себе вырезал, тоже он мне фотографии сбрасывал, он себе поставил на сброяр Z10. Вот, я сразу подрезал по ширине вот этой выборки, чтобы вот эта резиночка полиуретана кусок садился более плотно, чтобы он плотно сел и никуда не ездил. И ухом апера он потом подожмется, собственно, и будет там держаться. Но, как я сказал, обработать тяжело, то есть подогнать, подогнать эту деталюшку, чтобы она была нормальная, с двух сторон не получилось подрезать аккуратно. Я в тиске зажимал и просто ножом по губкам срезал. Так более удобно, вот. Но слишком много взял с одной стороны, и, собственно, видите, свободно становится, то есть он может выскочить. Как этого избежать, я сейчас расскажу. И, собственно, по высоте мне тоже пришлось подрезать. Вот нижняя часть, наверное, будет видно, как срезано ножом. Собственно, вот. По высоте нормально. Сейчас давайте я поставлю. Мы увидели, как люфтит, как люфтит без каких-то проставок. Во-первых, ловерно. Где тут? Что ж такое? Начинаю спешить. Не хочется резать видео, просто одним куском сделать. Вот, собственно, закрывается. Но здесь довольно свободно сделано, и уже люфт не такой, слушаем. То есть немножко он остается, но все равно есть. Немножко остается, но все равно есть. Конечно, есть, если он остался. Но теперь более сложно доставать сам пин. Я его ногтями уже не достану, поэтому придется его выдавливать чем-то. При этом нажимать немножко на аппер. Но для того, чтобы не влезла вот эта полиаретановая проставочка никуда. Например, в ОСМ от вибрации, да, когда идет стрельба, все равно там какие-то вибрации идет, оно может подвинуться. Вот моя доработка. Я предлагаю двухсторонний скотч. Взять кусочек, например. Отрезаем чуть-чуть. Собственно, ну здесь он миллиметр где-то с чем-то, этот скотч. Так, мы его вот так вот приклеим на нижнюю часть, обрезаем лишнее. И, собственно, можем подклеить прямо в нужное нам место. Ну, я пока вставлю так, для того, чтобы показать. Вот, это еще придаст немного определенной толщины этой подкладки. Вот. И будет более туго садиться на свое посадочное место. Вот, как видите, увеличился здесь зазор. И я, скорее всего, его даже не продавлю сюда. Ладно, я не буду сейчас давить, потому что... Нужно будет забивать его, наверное, молотком. Вот. И я не снял нижнюю вот эту... Нижнюю бумажечку. То есть, если бумажку снять, в принципе, она станет ниже, потому что... Вот этот скотч, он, видите, он такой упругий сам по себе. То есть, он какую-то высоту тоже имеет. Я думаю, если бумажку снять, он нормально приклеится. Ну, естественно, лучше там немножко обезжирить, чтобы она держалась. И, собственно, уже никуда у вас вот эта деталька не сдвинется. Упираться в задний пин она будет нормально, я думаю. То есть, никуда не денется. Эта штука, собственно. Ну, и давайте сразу переходим к следующему методу, который мне подсказал тоже коллега Френд на Фейсбуке. Мой подписчик и зритель моего канала. И, собственно, у него есть свой канал на Ютубе. Называется Роман Романенко. Я ссылочку под видео оставлю. Он предложил такую штуку по устранению люфта переднего пина. Собственно. Не зря вот лежат здесь резиночки. И, значит, Роман предложил такую штуку. Вот резинка внешним диаметром где-то 2 сантиметра, грубо говоря. Сечение. Ну, сечение особо роли не играет, но здесь где-то 2 и 3. Я подыскал. Вот у меня тоже 2 сантиметровая резинка. Но здесь у него сечение 1,9 где-то. Плюс я пошел немного дальше по этому способу у Романа. Я сейчас расскажу, почему. Вот есть у меня резиночка. Здесь, по-моему, она 18. Да, 18 и диаметр ее тоже 2,3. И резиночки порядка 16 миллиметров. Здесь тоже 2,3 и где-то 1,9-2 миллиметра сечения. Именно это не резинки, это резиновые кольца, как видите. То есть они колечки. Я в свое время набрал их вот таких разных толпы везде. Набрал резинок под определенные нужды. В чем прикол этого метода? Это самый бюджетный метод, который может только быть. Пины стоят денег, вот эти резинки стоят денег. Вот эти колечки можно пойти в любой хазмах, фактически выйти на рынок, там где продается, например, краны разные, водопроводные, подгазовые системы, разные вещи. То есть вот этих резинок там навалом. Это, грубо говоря, уплотнительные резинки. И какой метод предлагал Роман? То есть берем аппер и смотрим на переднее ухо аппера. Берем резиночку и, собственно, надеваем эту резинку на ухо вот таким вот образом. Вот, ну, дело в том, что у Романа на канале, он показывает, у него есть арка, но китайская. То есть у него на рынке CQA. Вот, и у него, скорее всего, просто сразу стояло у него пластиковое целье, насколько я помню, на рынок. Потом он поставил какое-то китайское, тоже алюминиевое, под эмлок. Но, возможно, у него здесь нету, вернее, есть зазора. У меня, как видите, нету здесь зазора. То есть не сделали вот такую проточку сразу возле уха. И сама резинка немножко висит вот так в воздухе. Но ставим вот таким образом резинку в аппер, собственно. Так, немножко поджимаем, попадаем на место. И, видите, немножко уже резинка начинает работать, то есть аппер подпружинивается. Закрываем, собственно, очень легко закрывается задний пин вообще без проблем. И проверяем, я просто буду молчать, проверяем люфт. Как видите, люфта нет совсем. Резиночка немножко здесь выглядывает. Здесь резинка расплющивается практически полностью. У этого метода самый громадный плюс, как я сказал, это его бюджетность. То есть этих резинок можно купить пакет, и они у вас будут с собой. Минус все-таки тоже связано с тем, что резинок нужно покупать много. Почему? Во-первых, когда мы закрываем аппер ловер, резинка здесь пережимается в некоторых местах. Она как бы, ну, в некоторых местах может просто подрезаться. Опять же, почему я подобрал еще маленькие резинки? Я сейчас покажу. Вот смотрите, большая. Видите, она выходит практически в окно, которое есть в аппере, то есть куда идет передняя часть магазина. То есть здесь уже будут проходить носики пуль, носики патронов, пули, собственно. И из-за того, что резинка большая, могут быть проблемы вот именно с подачей связаны. Поэтому я поэкспериментировал немного с разными резинками. Во-первых, почему толстая и тонкая резинка? Вот у меня, скажем так, люфт большой. Да, у кого-то люфт может быть минимальный, но человек хочет его убрать, стрелок хочет убрать его вообще от люфта. Поэтому ему подойдет, наверное, резинка более тонкая, то есть меньшего диаметра сечения. Ну а для того, чтобы не вылазила большая резинка двухсантиметровая вот таким вот образом в окно сюда, то можно взять просто резинку чуть поменьше, например, 18-миллиметровую. Мы здесь ее надеваем. Она, во-первых, садится более туго. То есть мы ее не пролюбим где-нибудь на стрельбище, когда, например, нужно будет что-то там открыть, посмотреть. Карабин у себя. Ну, некоторые просто открывают, посмотрели, закрыли. Некоторые полностью снимают Апер, да, и резинку при этом можно потерять. Вот видим, что она уже не выходит сюда в поле. Сейчас я попробую ее поставить, собственно, обратно. И попробую закрыть. Апер ловер. Закрываем. Вот она более туго садится, кстати. И одновременно эта же резинка тянет и заднюю часть. То есть приподнимает, что, собственно, выполняет функцию вот этих вот резинок, которые сзади упирались. Да, это немножко не тот метод, как бы, но тем не менее. Смотрим опять на люфт. Его нет. Просто, ребята, нет люфта. От одной резинки. Пин тоже довольно легко работает. И смотрим, собственно, на саму резинку. Все-таки немного, но она тоже вот выдается здесь. Но будет прятаться, она разжимается между Апером, Ловером вот здесь в канавку. Она должна укладываться. Собственно, я попытаюсь показать, если получится. На камеру сейчас, секунду, на свет, чтобы было видно. Так, вот мы закрываем, и она там будет расплющиваться. Вот таким вот образом. И все. Люфта нет. Способ просто бомбезный. Но, чтобы еще более обезопасить себя, можно поставить резиночку еще меньшего диаметра. Собственно, вот на 16 вообще идеально. Она раз расходится здесь. Мы ее растягиваем по уху Апера. И одеваем. Ее практически не видно. Она нигде не торчит. Она нормально растягивается. При том, что когда резинка растягивается, она немножко уменьшает свой диаметр. Собственно, за счет растяжения. Опять же, минус в том, что, видите, вот я надевал, она вот на этих острых гранях просто режется немного. Поэтому резиночек, возможно, с собой лучше носить несколько штук. Там в какой-то пакетик, в рукоятку сюда, в контейнер положили, и пусть они себе лежат. То есть, ну, это если часто вам придется, например, какие-то делать манипуляции с карабином, например, ну, это все-таки, наверное, больше касается каких-то соревнований, когда у вас там с собой минимум инструментов. То есть, вы на выезде, домой поехать не можете, что-то там починить. Да, вам все нужно решать оперативно в полевых условиях. Вот, собственно, более тонкая резинка, меньше 2 мм в сечении. Небольшой люфтец. Еле-еле заметно остается в пределах погрешности, но который не, ну, скажем так, не влияет психологически на стрелка, на владельца. Вот как на меня, который не любит люфтовую. Я думаю, что с таким вот люфтом, еле заметным, вы, наверное, его и не слышите. То есть, я чувствую его только вот рукой, вот в этом месте. Здесь люфта не наблюдается совсем. То есть, тоненькая резинка, она нормально пережалась. Все как бы получилось идеально. Поэтому, вот, наверное, такой метод. Я, скорее всего, откажусь от Magic Pina. То есть, для игрушек он пойдет. А вот, скажем, в условиях, когда нужно быстро открыть, почистить карабин, там, извлечь гильзу, застрявшую, еще что-то. То есть, я считаю, идеальный способ, который предложил Роман. Поэтому я себе пин, скорее всего, верну. Вот этот, поставлю пружинку обратно и буду пользоваться методом резинов. Благо, их у меня такая куча большая. То есть, получается, не зря я все накупал в свое время. Вот, кстати, кто спрашивал, что за коллиматор, вот такой, а-ля доктор, купленный, естественно, в Китае. Соответственно, планочка, пикатинька под 45 градусов стоит. Ну, не быстросъемная, но и тем не менее. Вот, это если кому-то интересно. Если будет тоже кому-то интересно, я попытаюсь его пристрелять, показать пристрелку совместно с оптическим прицелом, естественно. В общем, ждите ответа, как говорится. Для этого, что нужно сделать? Правильно, подписаться на канал, поделиться видео, возможно, вашим знакомым, друзьям и так далее, у кого есть оружие. Будет интересен этот способ устранения таких мелких болячек на арках. Опять же, это касается более бюджетного оружия, соответственно, бюджетными методами. Да, честно говоря, и на дорогих тоже. Но, можно более бюджетно это все решить. Собственно, на этом все. Спасибо Славе и спасибо Роману за подсказанные варианты. Надеюсь, ребята, вам понравятся эти методы. Все, ставьте пальцы. Всем пока, до новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова